Прочувствуй юмора. Ну давай. Мы тут сейчас так смеемся друг другу в объектив. Мы уже записывали этот сюжет, но мы его потеряли просто. Про чувство юмора. Саша задавал этот вопрос. Про важность чувства юмора. Вы понимаете, я был на семинаре, и господин из Италии, специалист в области вальдорфской педагогики, он проводил мастер-класс по клоунаде. Потому что учитель, он должен в себе нести это качество. Что такое смех? Смех – это выход вовне. Это такой глубокий выдох. Грусть, сопереживание, эмпатия – это вовнутрь. Смех наружу. И поэтому это наша такая ценность вальдорфская, понимание, что ты провел урок, у тебя дети один раз должны вот так загрустить, глубоко внутрь уйти, и один раз рассмеяться откровенно. И человек может смеяться только тогда, когда он чувствует себя свободным, открытым. Он такой открытый к тебе. Если ты видишь, что дети могут так у тебя рассмеяться на уроке, значит, ты вел урок так, что ты их не зажал. Всякая зажатость, она приводит к слабости и к болезни. И поэтому хорошо, когда у тебя есть чувство юмора, и ты понимаешь, как это сделать так, чтобы это было смешно и не обидно. Это очень важно. И наличие чувства юмора – это одно из главных качеств учителя. Что обязательно в течение урока дети должны рассмеяться. Но если, говорю, там не получается у вас, и там недостаточно, ну, тогда анекдоты, что ли, рассказывайте, ну, подходящие по теме. Есть же анекдоты про всех ученых, которые что-то интересное такое делают. Но чувство юмора – это обязательно такое состояние. Оно поднимает класс немножко выше, открывается. И когда дети открыты, им нужно много чего передать. И надо следить вообще за настроением в классе. Люди как-то мало обращают внимания на то, как дети себя чувствуют во время урока. А это главное. От этого зависит их здоровье. И от этого зависит, как они воспримут от вас материал. То есть детей любить надо, надо их чувствовать. И когда ты позволяешь им иногда там посмеяться, удерживаешь атмосферу, чтобы она была легкой вот здесь, они воспринимают. Потом мы работаем внутрь, записываем все, они уходят в себя. И вот это дыхание туда-обратно, оно возможно, если у вас есть хорошее чувство юмора. Умение рассказывать, умение рассказывать истории так, чтобы дети загрустили и пережили тому героя, о котором вы рассказываете, чтобы там со слезами на глазах. Иногда это бывает трудно, потому что сам готов заплакать. Так всех жалко, так трогательно, так героически. Эпосы там, все такое настоящее. Вот удержаться самому и сделать, чтобы люди пережили, как это здорово быть таким человеком. И потом в то же самое время найти такую возможность рассказать такое очень смешное в течение одной истории или одного урока. И тогда у вас есть шанс. Во-первых, вы сами останетесь в живых. Когда там слоган от меня хотят, там вот там фейсбук, какой у вас слоган по жизни, говорят, «Быть живым, мое ремесло». Константин Кинчев когда-то это пропел. И я думаю, что вот для вальдорфских учителей это главная вещь. Быть живым. Тогда ты будешь долго жить и не скучно. Для этого нужно быть чаще веселым. Поэтому чувство юмора, оно необходимо совершенно. Но оно не должно быть злым, конечно, оно не должно быть сарказмом. Юмор должен быть смешным и не обидным. Вот когда мы шутим, мы понимаем, что вот маленькие дети, у них юмор такой, ну, он, как бы сказать, детский. Там просто им там улыбнулся широко, они с тобой вместе там и смеются. А вот там или как-то изобразил немножко, когда басни там проходят, очень легко там шутить, потому что всякие басни, они немножко смешные. И дети там, они вместе с собой смеются. В средних классах там возникает очень такая опасность, что дети-подростки становятся, они очень легко ранимые. И это там надо как бы так шутить, чтобы там не было иронии. Ирония – это когда ты как-то вот, ну да, и там уже сарказм, который вообще ценности убивает. Вот сарказм – это самое страшное чувство, которое может учитель демонстрировать ученикам. Сарказм, он связан с тем, что у человека есть ценности, у подростка, а кто-то эти ценности обесценивает. И учитель периодически делает. Для подростка что-то очень важно. Он этим как-то поделился, открылся или просто в одежде своей это продемонстрировал, а ты сделал так, чтобы это, ну, это, мол, ничто. И тогда человек закрывается, и ты его ничему не научишь. Я не говорю о том, что он на тебя обидится, тебя там разлюбит, но не будет твой предмет учить. И когда было такое длинное исследование в Великобритании, там лет 30 изучали, что нравится детям, в учителей, какие они качества ценят, и наоборот, что им особенно не нравится, то там на первом месте был как раз сарказм, что сарказм вот подросткам они его не выносят. Поэтому юмор – это дело такое тонкое, он должен быть, ну, добрый, смешной, не затрагивать личностные качества, особенно подростков. Это старшие классы, когда эта подростковость уже такая оформляется, они становятся молодыми людьми, там элемент затрагивания, он работает, ну, так, педагогически, там вот такую дозу, иногда надо человека разбудить, и там юмор такой, чтобы, ну, человек понял, куда двигаться, что шутят над тем, что он делает, но не затрагивая его, но это только в самых старших классах. И там надо смотреть, как человек реагирует, как человек реагирует. Если ты иногда промахиваешься, у меня это получается хорошо, как-то у меня такие шутки иногда бывают обидные, то я потом вынужден ходить за следом и пытаться с этим человеком, как-то его так это, ну, с ним долго разговаривать, чтобы у него растворить вот это качество и чувство. Но иногда получается, иногда нет. Поэтому нужно быть осторожным, нужно иметь чувство юмора, обязательно его развивать, читать, может быть, книжки, не знаю, там, надо ли смотреть телевизор, я его не смотрю, поэтому ничего порекомендовать не могу. Но вот чувство юмора должно быть, это обязательное качество. Субтитры создавал DimaTorzok